здравствуйте товарищи и так в этом видео хочу рассказать вам ну точнее сделать небольшое визуальное сравнение своей предыдущей горелки и из моей новой это джет бойловской то есть сначала покажу вам горелки до чтобы вы сравнили приблизительно понимали их не говорит и это у меня 100 граммовые баллоны от примуса но они естественно с газом уже вот с таким это и покупая самый дешевый газ переливаю туда и мне в принципе хватает ну да ладно вернемся горелка на данном баллоне у меня находится горелка китайского производства от брс по-моему там какая-то 2000 или сколько то в общем самая маленькая самая ultra light горелка ну а это естественно джет бойл ну что касается размеров по высоте вот это даже немножко выше получается ну и сверху вот так вот ну и соответственно вы можете понять какая из них будет мощнее а какая менее мощно то есть вот это будет естественно менее мощно расскажу вот проект допустим если я когда выезжал помню на мотоцикле ехал 500 километров это было весной мар по моему месяц может быть февраль на улице был еще снег и остановился где-то на стоянке и я вот в этой вот титановой кружки то есть я использовал в комбинации с этой вот кружкой от лексады пытался сварить себе чайку на стоянке но у меня наверно пол баллона газа ушло пока я это приготовил ну так как не было ветрозащиты плюс на улице было холодно ну воду я скипятил но опять же говорю пол баллона газа наверное угробил так здесь же идет у джет бойла вот такая вот замечательная кружка то есть по емкости она с лексадовская вот с этой с титановой один в один давайте поставлю рядом до один в один единственное что у джет бойла присутствует еще небольшой радиатор диаметр все у них совпадает ничем не отличается на лексадовской кружке написано 750 миллилитров но это если с горкой потому что если смотреть на эти метки которые снаружи это вот пол литровая кружка потому что если вы нальете 750 но это с горкой кипятить естественно будет неудобно она будет переливаться и брызгаться соответственно что касается веса ну я сейчас у меня сейчас весов под рукой нету ну на по ощущениям опять же по ощущениям если возьмете эту комбинацию то она будет легче согласен но опять же при учете того что здесь будет расходоваться газ быстрее вам придется взять еще один такой баллончик дополнительно но тем самым вы увеличите объем сумки или там в кофрах и вес соответственно плюс минус выйдет одинаково вот эта комбинация она весит вместе с балл за с полным баллоном 540 грамм до 540 грамм 340 она получается идет без ну без баллона и 200 грамм баллон 540 грамм получается но это чуть легче опять же не это горелку классно и можно брать как запасную мало ли или там дополнительно будет условия позволять допустим можно в двух сразу приготовить здесь допустим изготовить кофе а здесь приготовить там ту же гречневую кашу допустим в пакетики кинуть или что-то другое место она не занимает в кофре кинуть на мотоцикле вообще без проблем здесь вот у джет бойла идет вот такая вот еще миска она тоже тут у нее есть мерные деления 250 грамм максимум я вчера пробовал здесь сделать овсянку просто заги залил кипятком 40 грамм порция в принципе очень даже нормально получилось в принципе хватает быстренько позавтракать там пару орешков туда накрошить каких-нибудь овсяночки то есть более чем достаточно также попробовал попить из нее чай тоже очень понравилось ну как бы если не будет кружки под руком вполне можно обойтись вот этой миской я еще заказал тут кое-какие аксессуары по джет бойл должны может сегодня завтра прийти это таганок сюда он к сожалению не идет в комплекте и еще один этот французский этот как он называется french press для кофе видите тут здесь специальная дырочка соответственно это такая сеточка с силиконовым рантиком которая просто доставляется сквозь этот дырку и можно выжимать скажем так кофе когда заварили чтобы у вас потом на зубах ничего не скрипела соответственно вот через этот удобный носик это все можно потом налить либо в термос или в кружку в общем отличный форм-фактор я прямо когда первый раз и взял потрогал эту систему я в нее сразу влюбился еще что здесь прикольно смотрите вот с низ вот с этой стороны здесь прям есть вот такая схема укладки данной системы в самом низу видно что это имеется в виду надо положить подставку для баллона потом идет сама горелка в перевернутом состоянии газовый баллон сверху таганок и потом крышечка в принципе мелочь а приятно так что вот такие вот дела если вам понравился видос ставьте лайки подписывайтесь на канал ну а с вами был вели